На небольшой ферме в густых зарослях лопуха мама утка нашла уютное местечко, чтобы свить себе гнездо. Она стала ждать, когда вылупятся птенцы. Одним солнечным утром яичные скорлупки затрещали, и на свет появились крошечные пушистые утята. Осталось только одно яйцо, самое большое, которое никак не хотело трескаться. Утка начала волноваться, что с ним что-то не так. Она вновь села на яйцо и решила подождать еще немного. Мама утка отдала все тепло, на которое была способна. Она подумала, что этот птенец должен быть самым прекрасным, раз она его так долго высиживает. Вскоре и из последнего яйца вылупился птенец. Но он совсем не был похож на остальных утят. Он был намного крупнее, и перья его были серыми. Мама утка была огорчена, увидев такого гадкого сына. Но она надеялась, что когда-нибудь он станет похожим на своих братьев. Остальные утята смеялись над ним. Они считали его гадким и не хотели с ним играть. На следующее утро мама утка отправилась со своими детьми к озеру. К ее удивлению, гадкий утенок плавал ничем не хуже других. Затем утка привела своих малышей на птичий двор, чтобы ввести их в общество. Она рассказала утятам о правилах поведения с местными обитателями. Утка представила свои выводы к самому знатному жирному селезню, но тот напал на гадкого утенка, и она была вынуждена защищать своего неудавшегося птенца. Жирный селезень велел прогнать уродца со двора. Мать уверяла, что он вырастет и станет похожим на других утят. Не выдержав издевательств и унижений, гадкий утенок ушел с птичьего двора. В поисках более безопасного места он набрел на красивое озеро, на котором никого не было, и утенок решил остаться тут жить. Прошло время. Несмотря на свое одиночество, гадкий утенок был счастлив, что его никто не обижает. И вот однажды на его озеро прилетела прекрасная белая птица с длинной шеей. Гадкий утенок не знал, что это за птица, но смотрел на нее с восхищением. Он полюбил ее всем сердцем. Как утенок хотел бы быть похожим на эту прекрасную белую птицу. Пришла зима, пошел снег. Гадкий утенок впервые увидел белый снег. Он был восхищен этим зрелищем. Но из-за того, что зима была очень снежной, утенку было очень сложно найти еду. Ему приходилось ходить по окрестностям в поисках пропитания. Он замерз и устал. Так гадкий утенок добрел до домика фермера. Когда мужичок увидел худого и несчастного птенца, ему стало жалко его. Фермер решил, что оставит утенка у себя, пока тот не откормится и не подрастет. Наступила весна. Хозяин хорошо заботился о птенце, и тот сильно вырос. Утенку уже нужно было много места, и фермер решил выпустить его на озеро. Стоя на берегу озера, гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде. И он не поверил своим глазам. Он не мог узнать себя и подумал, что сзади него есть кто-то еще. И тогда утенок понял, что чудесная птица в отражении – это он сам. На радостях он болтыгался и плавал по всему озеру, от края до края. И вдруг он увидел такую же прекрасную белую птицу с длинной шеей, которую он уже видел однажды. Гадкий утенок решил подплыть к ней поближе, но прекрасная птица не испугалась, а наоборот она улыбнулась и подмигнула, и они вместе поплыли по озеру. Гадкий утенок не мог поверить своему счастью. Проходя мимо жирный селезень, на берегу озера сказал, что никогда в жизни не видел такого красивого молодого лебедя. Каково же было его удивление, когда он узнал, что прекрасным лебедем был тот самый гадкий утенок, которого он когда-то прогнал с птичьего двора. Оказывается, гадкий утенок с самого начала был лебедем. Яйцо случайно попало в лутиное гнездо. И когда прекрасный молодой лебедь вернулся домой, то всем на птичьем дворе стало очень стыдно за то, что когда-то обижали их из-за внешнего вида. Однажды жил дровосек с двумя детьми и их мачехой. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они так бедно, что порой даже кушать нечего было. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая, как дальше детей прокормить. Жена советовала ему завести детей в лес, распалить костер, дать по кусочку хлеба и оставить их там. Не помирать же им всем четверым от голода. Но дровосек не соглашался. И до тех пор жена уговаривала его, что он, наконец, согласился. А детки с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. И когда родители уснули, Гензель тайно выскочил из дома. Месяц светел ярко, и белые камушки блестели словно монетки. Гензель набрал в карманах столько, сколько могло влезть. Потом он вернулся домой, и дети легли спать. Утром мачеха пришла к детям, дала каждому по кусочку хлеба, и они все вместе направились в лес. По дороге Гензель выкидывал белые камушки один за другим. Когда они пришли на поляну, отец принялся разжигать костер. Он приказал детям сидеть возле огня и следить, чтобы тот не погас. А они с мачехой пойдут за дровишками побольше. Сидели они, сидели, устали и крепко уснули. Когда же дети проснулись, кругом была темная ночь. И когда на небе поднялся полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по камешкам, которые блестели, как новые монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет они шли, и на рассвете пришли к отцовскому дому. Прошло какое-то время, и дети опять услышали, как мачеха однажды ночью стала упрашивать отца избавиться от детей. Он отказывался, но жена и слушать его не хотела, ругалась и высказывала ему всякие упреки. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, хотел набрать камней, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Рано утром детям раздали по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. По пути в лес Гензель измельчил свой кусок в кармане и бросал крошки на землю. Мачеха еще дальше завела их в лес. Опять был разведен большой костер, и отец приказал детям следить за огнем, пока они с мачехой нарубят дровишек побольше. Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелью, и они уснули. Проснулись уже тогда, когда наступила темная ночь. И вот взошел месяц, и собрались они в путь дорогу, но не смогли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу, давно уже поклевали те крошки. Так дети шли очень долго, но выйти из леса никак не могли. Вдруг дорога вывела их к избушке. Подойдя поближе, дети увидели, что дом весь построен из хлеба и печенья, а окна из чистого сахара. Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницей. И тут дверь в избушке Настеж распахнулась, и вышла из нее старуха, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха была добра и пригласила в свою избушку. Там на столе уже стояла обильная еда, молоко, печенье, яблоки и орехи. Обедав, старуха застелила деткам две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой подумали, что попали в самый рай. Но старуха только прикинулась ласково. На самом деле была она злой ведьмой, которая свою хлебную избушку для того и построила, чтобы детей заманить. Рано утром, пока дети спали, она взяла Гензеля и посадила в маленькую клетку. А сестричке приказала делать все, чего от нее злая ведьма требовала. Старуха задумала откормить мальчика, чтобы потом съесть его. Вот и стала Гретель варить самое вкусное кушанье Гензелю, а самой доставались одни только объедки. Прошло некоторое время, а мальчик все не жирел. Тогда старуха не захотела дольше ждать и решила сварить и съесть Гензеля. Она приказала Гретель растопить печь и наносить воды. Когда печь разгорелась, старуха приказала ей залезть в печь и посмотреть, достаточно ли в ней жар. Так она хотела затолкнуть девчонку в огонь из печи, но Гретель поняла, что у нее новое. Она сказала, что не знает, как туда лезть, и попросила, чтобы ведьма сама показала. Рассерделась старуха и полезла в печь. Тогда Гретель подтолкнула ее и захлопнула за ведьмой заслонку. Ух, как страшно взвыла тогда старуха! А Гретель тем временем бросилась Гензелю и открыла клетку. Освободив брата, они пошли в комнату ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями, набили ими свои карманы и отправились домой. Несколько дней дети искали дорогу назад. Лес стал казаться все более и более знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом своего отца. Как он был рад увидеть своих деток живыми! Гензель и Гретель высыпали на пол все жемчуга и драгоценные камни, которые они забрали у ведьмы. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать, да радоваться. А злую мачеху отец выгнал из дома. Субтитры создавал DimaTorzok